Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал! У микрофона вещает Хатабыч, а я начинаю новую серию Atomic Heart. Ну что ж, пожалуй, начнем. Сложность, сложность, какую сложность? Ну, давайте среднюю. Выберу среднюю сложность. Люблю это место. Кругом позитив. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте сотрудников. Мы успеем на выступление? Еще и время останется, потом на аттракцион исходим. Красота. Красота кругом. Город Челомей расположен на платформе Икар. Передовое достижение науки. Платформа Икар была запущена в 1950 году. Тут живут и годы самые светлые умы со всех СССР, включая германскую. Чтобы попасть сюда, нужно быть действительно увлеченным и блестящим ученым. Вот так вот. Простые люди сюда не попадают. Только выдающиеся ученые. Дорогой товарищ, газировки не желаете? Да, давайте. Желаю. С удовольствием. Конечно. Налей меня. Опять секунду в дереве застрял. Всегда веселюсь, когда нужно. Иди сюда. Навигационная система робота непрерывно совершенствуется. Заметно. Погода прекрасная. Красота. Да, вот. Обратите внимание на ключевой персонаж. С твоими машинами, Андрей Михайлович. Че они у тебя разбегали? Совсем вопчиков распустил. Поломались они с утра, что ли? Третий вон особенно сбоит. Мне фасады красят к празднику, а не вон че исполняют. Да, это код управления. Я настроил. А ну, держи свинку. Да, баба Зина может. Еще не то сможет. Доброе утро, сынок. Как настроение? Нормальность. Доброе, Дмитрий Сергеевич. Так точно, отдохну. Жду указаний. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживается. Иначе быть и не могло. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. О, это точно. Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сберегу. Сейчас отправляйся в лабораторию для завершения интеграции перчатки. Сынок, у меня много дел. Михаил Штукхаусен ведет тебя в курс дела. Я свяжусь с тобой. Позже. Товарищ майор, вам надлежит пробить в лабораторию. В воздушном порту вас ожидает автомобиль Турпина. Пап, пошел ли ты куда подальше? Я рад, что у вас не возникло вопросов, хотя бы на этот раз. Иди в жопу, зануда. Зануда вы. Ну что, приплыли? Давайте осмотримся, прогуляемся. Привет. Жители платформы Икар и гости предприятия. Совсем скоро начнется выступление генерального директора предприятия 3826, академика Дмитрия Сеченова. Спасибо, хорошо. Неплохо железка исполняет, хорошая координация. Вы похвалили робота? Я удивлен. Наркоман какой-то сидит. У него ведончик. Плохой ведончик у тебя, дружище. Сходи в больницу. Добрый день, товарищ. Подходите, я в полном вашем распоряжении. Желаете получить мысль? Да, да. Но пора. Я хочу мысль. Нет, я хочу мысль. Зачем смотреть, когда можно получить это уникальное персональное устройство? Прямо сейчас. Именно. П-3, ты чё? Я могу подобрать вам нужную конфигурацию. Вплоть до цвета. К вашим глазам подойдёт фиалковый. Вы ведь уже прошли полимеризацию. Угу. Вы даже не представляете, насколько. Разве мысль заработает раньше понедельника? Конечно. Разве вы не знаете? Судя по вашей униформе, вам разрешается опробовать мысль уже сейчас. В данный момент устройство работает не только в качестве телефона и налобного фонарика. Хватит припадать. Но и позволяет привыкнуть к ощущениям от его ношения. Она же бесплатна? Конечно. Коммунизм. Абсолютно. Давайте я вас подключу. Давайте, давайте. Ну, подключай. Подключай. Фиалковый хочу. Ну, цепляй уже. Чё смотришь? Странно. Не могу получить доступ к вашим биометрическим данным. Возможно, какой-то сбой. Херня какая-то. Ладно, не парься. Я всё равно не люблю бижутерию. Бывай. Извините ещё раз. С праздником. Да, да, с праздником. Эй, ты, перчатка экспериментальная. Я рассчитываю, что пользы от тебя будет больше, чем от этой нелепой брикушки на лбу. Скоро начнётся. Принесите чат. А измечения? Дорогая. Не толкай. Родненько ему, товарищ. Ну, что вы там стоите? Хотите, заходите к нам. Вместе смотреть будем. О, хочу. Нет, спасибо, я... А нальёте? Это он мимо проходил. Я хочу зайти. Зараза такая. Ладно. Приобретайте вестник предприятия, товарищ. Всем направлением прорывы. Как раз к полимеризации. И в биологии, и в робототехнике, и в оружейном деле. Прогресс не стоит на месте? Именно так. Аж гордость берёт. А что там в биологии нового? Решительно всё, дорогой товарищ. Вот, например, завершили разработку экспериментального витаминового комплекса, который обещает срок жизни каждого советского гражданина довести до 100-150 лет. Офигеть. Я хочу больше. Это ж сколько терпения нужно, чтобы столько жить. В области робототехники как дела? Говорят, через 5-6 лет роботов уже будет не отличить от людей. Обещают, что антропоморфным моделям, вроде меня, полностью обновят покрытие на отзывчивую к мельчайшей мимике полидерма. Во всех местах. Придёте купить газетку и даже не догадаетесь, что разговариваете с роботом. Как по мне, то лучше, когда сразу видно, кто машина, а кто человек. Про оружейное дело можете рассказать? Профессиональное любопытство. Заметка про новое оружие скромная. Но вроде как товарищ Калажников, основываясь на работах Гаусса, собирается улучшить электромагнитное оружие. Мощность обещают поднять в 3-5 раз. Супер. Я бы из такого пострелял. Да, я бы тоже. Ну, по мишеням, конечно. А я бы тоже по мишеням. Угу, угу. Ну, не буду вас отвлекать. Всего доброго. Газета мне сейчас только не хватало. На кой она мне? Газета существует в качестве источника информации, если вы не в курсе. Я в курсе, что для этих целей мне прилепили на руку тебе. Товарищ майор, я хочу напомнить, что я могу выводить на сетчатку вашего глаза информацию об окружающем мире. Это не заставит вас стать умнее, но читать вывески и плакаты будет удобнее. Воспользуйте встроенное меню вашей перчатки. Ну, вот паршивец. Давайте воспользуемся. Заместитель главы предприятия Михаил Штонгаунов. Все ясно. Пойдемте дальше. Товарищ майор, подслушивать личные разговоры неприлично. Вот и не подслушиваю. Ха-ха-ха-ха. Закурить не найдется, товарищ? Алло, товарищ. Солевые наркоманы. А, уже проходили. Ништяк. Ништяк. Солевые наркоманы. Солевые наркоманы. Спасибо. Давайте просто кадр сделаем, как мы и есть. Давай, давай. Давайте так, чтобы атом в кадр тоже входил. Надо, чтобы статуи тоже было видно. Вот до того края, чтобы было видно. Да ну вас. Жанна, мы ставим. Приходите, похоже. Спад постепенности столиков прогнозируется через 5 часов 40 минут. Обалдеть. Да ну вас. Ну, Федор Валентинович, как ваши успехи в целом? Лаборатория и порядок. Пишу диссертацию. Все хорошо. Давайте сходим в этот закуточек. А, тут ничего интересного. Ладно. Ничего интересного. Бесплатное мороженое. Замечательно. Да еще. Жадина. Отвечай. Алло. Это булочная? Нет, это сливочная. Это там, где сливки делают? Это там, где такие хокты сливают. Вот хамло. Ха-ха-ха. Очень зажигательно. Очень. Дорогие товарищи, напоминаем вам, что до выступления Академика Сеченова осталось 10 минут. Без очереди. Проходите мемориалу на экскурсию. Познакомьтесь с историей предприятия 3826. Узнайте хромологию великих открытий. И, конечно же, почтите память всех черт военных событий. Хорошо. А я хочу здесь пройти. Зараза. Прыгать разучился, что ли? Столько счастливых и благополучных людей на улицах, как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, в Китае, может, и нет. Предприятие 3826 располагается мне так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят там красиво. Не врут. Дедушка Ленин. Хороший был вождь. Дедушка Ленин. Дедушка Ленин. А сегодня Славка, ведь день рождения. Думаешь, я знакомился. Лежал припешен. Сколько ты меня и выходил от плавничка. Вечная память. Я тогда просто деревенской травницей была. Нет уж, без тебя бы я волком был, чародейка. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Вы что-то вспомнили? Ай, нихрена не помню. После того ранения ни черта не могу вспомнить. Мемориал-то не про нас. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Ебучие пироги, блядь. Ебучие пироги, блядь. Ха-ха-ха-ха. Сука. Так, ну а нам пора двигаться дальше. Товарищи, настанет день, когда человек... Разрешите поинтересоваться. Чем я могу быть полезен, товарищ? Расскажите мне о космосе. Ха, ну и вопрос. О нем можно бесконечно рассказывать и не сказать ничего по итогу. Единственное, что ясно точно, только там мы найдем ответы на вопрос, как же нам жить здесь, на Земле. Ну ты даешь. Ну и как? Готово ли человечество покинуть свою колыбель? Вопрос философский. Если речь идет о технической возможности, это вопрос нескольких лет. А вот о готовности внутренней, на такие вопросы каждый должен ответить себе сам. Скажите, а пришельцы существуют? Ах, если бы мне давали по рублю за каждый такой вопрос. Я не знаю, молодой человек. Но я очень надеюсь, что скоро мы сами доберемся до звезд и станем для кого-то пришельцами. Интересный подход. В таком ключе я об этом не думал. Спасибо. Занятную беляша приспособили. Да, и совершенно внезапно. Оказалось, что МА-9 может использовать полимерный излучатель в качестве лучевой сетки, что и формирует картинку. По сути, теперь это точнейшая видеокамера и проектор. Ничего не нужно. Охренеть, блин. Десять минут разговаривали, ничего умного нет. Не проходите мимо. Мы слишком в стране, к юноши. Он просто делает свою работу. Семечками пусть идет торговать на рынок. Знаток космоса, блин. Надеюсь, вы сможете продемонстрировать профессионализм, соответствующий вашим претензиям к окружающим. Ага. И от тебя жду того же. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор. С праздником. С днем рождения коллектива. Угу. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Личная разработка Академика Сеченова. Полимерное просвещение. Миновали дни, когда граждане СССР должны были тратить годы на посещение учебных заведений. Сегодня достаточно сделать инъекцию нейрополимера, содержащего информационные знания. Например, физика математического вуза. И вы образованный гражданин. Хотите выучить корейский язык или получить степень по ядерной физике? Может, желаете обучиться игре на пианино? С запуском коллектива 2.0 такие знания будут доступны каждому. Ой, да, да, да. Знаю, знаю. Можно пропустить эту премию? Простите? Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более действенное. Однако инъекции нейрополимера все равно понадобятся. А товарищ Сеченов знал, что вы придете и уведомил меня о вашем прибытии, агент П-3. Возьмите эту капсулу. Сулу. Только что вы добавили в свою перчатку функции сканера. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Охренеть. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. Большой и указательный пальцы выпрямите так, чтобы они образовали между собой прямой угол. Сканер активируется. Офигеть, блин, кто придумал этот жест? Святая Инквизиция? Ох, стись, дочь моя! Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдизма. А можно мне такую же травку, как у него? Мне показалось, или минуту назад вы сказали, что у вас мало времени? Слушай, заткнись и сканируй, не мешай разбираться с оборудованием. Теперь у вас появилась возможность въездить скрытые от глаз объекты. Возможно, это поможет вам в будущем. А сейчас не смею вас задерживать. Да, еще как поможет. Еще как. Что у него там написано на лбу? На затылке? О, блядь, печати. Как на яйце прям. Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление академика Сеченова вот-вот начнется. А у некоторых нету флагов. Здравствуйте, дорогие товарищи. Эдди, Сеченова, это припияние 3.26. Попробуем в будущее. Товарищ майор, проходите в холл высотки. Вас ждут. И это не просто красивые слова. А иду я, иду. Как изменился наш любимый Советский Союз за минувшие десятилетия? Благодаря моему открытию нейрополимеров и процессу мини-эклинической адаптации... Откладно видеть, что вы никуда не торопитесь, товарищ майор. Ваша машина уже потана. Код активации вы получите в кабинете академика Сеченова от одной из его телохранительниц. Я-я, натюрник. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво сделано. Наш лифт только что прибыл. От лица предприятия 3826. Представляю вам устройство будущего... Ну, поехали. Нейронный коннектор, посредством которого вы станете важнейшей частью коллектива 2.0. Ибо самая важная его часть это люди. Высокоразумные индивиды, объединившиеся в единый могучий разум, не знающие никаких преградок. Именно благодаря этому устройству вы сможете отдавать роботам мысленные команды. Высоко, прям высоко. Иметь доступ ко всем знаниям человечества. И, конечно же, приумножать их собственными открытиями. Больше не нужны пульты управления. Хотели бы себе такую штуку на голову? Ха? Напишите в комментариях. Мысль заметит вам все это и многое другое. Да когда я уже приеду? Что? Все? Ну что, пришли. Вот это размах. Наука – это сила. Уважаю шефа за его способность смотреть высоко на непреодолимые препятствия. Для науки не существует непреодолимых препятствий. Получите код активации автомобиля, товарищ майор. Привет, привет. Код, автомобиль ожидает вас внизу. Не задерживайтесь, у вас мало времени. Мы можем вернуться тем же лифтом, на котором поднялись сюда. М-па. Дайте пройти. Я туда хочу. Нет, никак. Ха-ха-ха, ладно. Поехали вниз. Сеченов на связи. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Хорошо сказал. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но обо всем по порядку. Не дойдет. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где тебя встретит робот Терешкова и проведет в комплекс Вавилов. Это понятно? Так точно, Дмитрий Сергеевич. Сажусь в машину. Отличная машина. А в ней до сих пор двигатель внутреннего сгорания стоит? Машина замечательная. Наука не стоит на месте. Вон как все быстро обновляется. Ну, это ДВС. Когда на электродвигатели поставят, вот это будет здорово. Да. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. Так, ну радио-то здесь должно быть. Весь Советский Союз ликует в связи с обновлением коллектива 2.0. Парады прошли во всех крупных городах страны. Власти Америки обеспокоены ростом уровня безработицы на фоне очередных гуманитарных поставок роботизированной рабочей силой. Мы заготовили достаточное количество устройств в МСИ. Дефицита быть не может. Успокоил граждан города Озерск председатель горосполкома товарищ... Можно уже просто музыку? Другое дело. Пугачева в свои лучшие годы. Деньги купи Целое море цветок Миллионы, миллионы, миллионы алых рус Из окна, из окна, из окна видишь ты Я вижу, вы наконец-то вылетели вылететь на задание. Не прошло и часа. Заргут. Я воль, майнфюрер. Что вы сказали? Я говорю, связь, шалит. Но спасибо, Гершток Хаузен. Все инструкции академик Сеченов мне уже выдал. А мне кажется, что это было уже слишком. Не кажется. Даже не знаю, почему ваш ответ меня совсем не удивил. Наверное, потому что я не уважаю шестерок и пархиндеев. Скажите, не сочтите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спас. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше вот что скажи. Какого хрена мы летим на привязанной к роботу-колымаге? Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную колымагу тащит робот, который носит название «шмель», но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих синей? А вам коровы случайно не встречались летающие? Вон те, что ли, на кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забор. Ну так они сейчас и полетят вниз. Товарищ майор, с учетом ваших вопросов, у меня возникло предложение. Давайте так. Вы будете действовать, а думать буду я. Да пошел ты. Заткнись. Лучше дай послушать. О чем вы собрались слушать? Что вы тут не видели за столько лет? Я тут никогда не был. Не мешай. Кто тут ни разу не был? Вы? Я, твою мать. Ты видишь здесь кого-то еще? Понимаю. Извините. Было не разу, конечно же. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Я, твою мать. Я, твою мать. Нельзя ускориться. Предприятие 3826. Скоро мы прибудем в точку назначения. Расчетное время прибытия 1147. Температура за бортом плюс 26 градусов Цельсия. Легкий ветер. Перед вами мост «Союз Гранит», проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия «ВДНХ» и «Сахалин» при помощи железнодорожного сообщения, основанного на принципах магнитной левитации. Маглев, передовой технологии конструкторского бюро «Челомий», личной разработки профессора Лебедянского. Сейчас вы можете наблюдать работу автоматической фабрики по сборке роботов и сортировке комплектующих для нужд комплексов предприятия. Такие фабрики могут самостоятельно регулировать и выполнять до 100 заказов в час. Управляемые удаленным узлом Нейросети. Коллектив 1.0. На лобовом стекле дождь, а дождя-то нету. Непорядок. Снизу расположился научный центр Сеченова. Основной модуль обработки радиосигналов и управляющий орган узла Нейросети. Сейчас мы пролетаем над солнечными фермами под Солну, способными питать электричеством весь комплекс «ВДНХ». Находящийся здесь же парк «Дружба народов», близлежащие поселения и железнодорожные нити «Маглев». Такими железнодорожными станциями, позволяющими с комфортом перемещаться между комплексами, пронизано все предприятие 3826. Минуя величественную стеллу «Призыв Родины», посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне, возвезенной по указу партии в 1949 году, мы перемещаемся к территории комплекса «Вавилов» – место сельскохозяйственных и аграрных чудес предприятий. Вы наблюдаете стеллу «Серб страны» по эскизам скульпторов Мухина и Кебальникова. Миросеть «Коллектив 1.0» при помощи роботов самостоятельно возвела стеллу в 1951 году. Можно отметить, что это первая в мире совместная работа человека и машины. Наш краткий экскурсионный обзор подходит к концу. Наконец-то! На предприятии 3826 мы всегда рады приветствовать новых специалистов со всех уголков СССР. Ну давай уже заканчиваем. Вам понравится жить и трудиться в мире революционных открытий и фантастических достижений науки во славу партии и всего Советского народа. Трофан начинает моего разворота, товарищ майор! Чего она начинает? Почему? А мне-то что с этим делать? Вон где его! О, начался трэш! Точка назначения 6. Лаборатория Нодоргуса. Развел путешествия сзади. Приятно. Товарищ майор, давайте руку. Я провожу вас в комплекс аванилов. Да что за дерьмо здесь творится? У меня нет информации по этому поводу. Роботы функционировали в штабском режиме. Как вдруг неожиданно начали демонстрировать агрессивные... Ой! Эй, ты ублюдок, челес! Ты что творишь? Валите нахер отсюда, придурки! Как невежливо с их стороны! Работа лифта восстановлена. Да отъебись ты уже, сука! Наш подъем продолжается в штабном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа. И произведет магнитную буксировку. Твою мать, что опять? Да, блядь, сейчас пробуксирует. Пожалуйста, помогите! Держите меня! Да какого хрена! Пиздец! Полный! Продолжение следует... ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...